Всем привет! Привет! С вами Феникс и мы продолжаем смотреть на Тудзимун. Чёрт, я забыл спросить его про всех этих кроликов. У меня от этого мурашки по коже. Нужно было для начала проверить его историю по психическим заболеваниям. Что за... как он меня услышал? Быть не может. Наверное, это просто часть его вспоминаний. Тогда точно он псих. Так, ладно. Прекращай болтать и займись поиском момента. До следующего скачка. Так, займитесь с объектом спирите 5. Кролик цветной бумаги. Ну что, оригинальный ты наш. Сохранил два цвета, когда все твои собратья будто бы поплавили... в отбеливателе. А это что? Думаешь, я испугался? Ладно, правда испугался. О, это первый был. Они все белые, да. Он цветной. О, кряка какая-то сверху. Да, может он реально псих? Давайте попробуем вверх пойти. Ну, чем тут взаимодействовать можно было? Ну, что ж такое-то? О, часы. Часы идут, но беззвучно. Ага. Два. Так. Джонни. О. Что это было? Так. Вот еще баночка какая-то. Банка маринованных. Уф, я их ненавижу. Что тут ненавидят? Это маринованные оливки. Вот именно. Три. Так, что-то там. Так, подпорка медицинских журналов. Пока не вижу я никаких взаимодействий. Так. Свежие дикие цветы. Угу. Еще одно. Ну, это наверное это. Стой! Если вам придется объяснять наше присутствие в каждом его вспоминании, то я с ума сойду. Не скушай меня. Нет, нет, ты точка. Картины, смотрите, они все пропали. Помните, были картины? Так, где-то еще одну найти надо. Рюкзак. Что за чудо столетней давности? Я думаю, выяснить по ходу. Рюкзак какой-то. Так. Ганс Христиан Андерсон, новое платье короля. Пять. Есть. Все пять. Так, теперь можно использовать момента зонт. Зонт. А где его найти? Наверное, где-то внизу. Зонт. А вот зонт. О, смотрите. Хадукин. Что это еще за херь? Какая? Какая? Такая. Теперь я буду их разбирать. Подготовить. Да, Джонни, ты ты полон. Ух ты. Полон секретов. Так. Я не совсем понимаю, как играть в эту игру. Стоп. Одна или две туда. О, ну, чуть-чуть понимаю. Так. Зонт. Активировать. Это, видимо, важная вещь, которую Джонни помнит, и через них мы прорываемся в памяти Чуть-чуть продвинулись вперед Ну вот, лед как из ведра, что же мы подальше-то не прыгнули? А мне нравится Видимо, мы перескочили совсем небольшой отрезок времени Нужно найти ключевые моменты, или останемся здесь навсегда Ну, наслаждайся видом Так, память о Риверу Уайллс Утконос Если честно, я не думаю, что это животное имеет право на существование Мир недостаточно велик для вас двоих Так, дверь открыта, значит, наверно наверх идти Помните, ребята говорили, что он был в той серии, что тут был недавно Видимо, перед тем, как он слег, видимо, побывал Вот и все, Ривер Что? Как и ты, я смогу присматривать за ней каждый день Она больше не будет одна Я наверняка никогда не пойму, почему Но я оставался верен твоему желанию Я уверен, что Аня благодарна тебе и тебе тоже Но когда меня не станет Кто будет присматривать за нами? Офигеть Кто такая Аня? Их же дочки вроде нету Кто вы? Меня зовут Ева Я просто проходила мимо Она была вашей женой? Да Ее звали Ривер Необычное имя? Этого не должно было произойти Она Она не должна была так поступать Но она Вы не понимаете Даже я не понимаю Начинает немного разгадываться наша загадка То есть не все тут так просто Но кто же такая Аня? Может быть у них была дочка И она умерла? Полученная заметка Аня Давайте посмотрим Кто такая Аня? Кто-то, чья судьба Не безразлична Джоу и Ривер Да Ладно Аня Ты как раз вовремя Я уже был Подумал, что ты упала с утеса Что ты делала? Наслаждалась видом Что же еще? Мы удачно попали? Удачно, супер Лучше не бывает Да Ничего особого тут не вижу Это же маяк Чего ты ожидала? Ладно Встретимся на той стороне Сама пробивай себе барьер В общем, развлекайся Так, еще одну надо О Джуни появился Вот еще одна есть С ним поговорить не надо Смотрите, потом он пришел Поднялся сюда После того, как стояла могила И сел здесь Кто такая Аня У него вы заботились о какой-то Ане Подготовить Идеалу показываю Минимальное количество ходов С которым он сам Блин, еще бы мне объяснили Как в это играть Был бы просто вообще суперски Офигеть По идеалу сделал Этого не ожидает Себя Так Так Утконос Достаточно После того, как Заплатим за твою операцию У нас останется Достаточно денег На это Так что ты не волнуйся Ложь Ложь во спасение Ты ведь так это называешь, да? Нет Я уверен Мы сможем Прекрати Не люблю Когда ты врешь Я посчитал Наши деньги Я знаю Сколько их Почему ты Пытаешься Убедить меня Против моего желания Нам нужны деньги На оплату Медицинских счетов Ривер Я понимаю Как много Аня-то тебе Значит Но это Это уже Слишком То есть То есть она Она даже не Знаешь Что делает Меня счастлива Джонни Что? Знаешь? А я знаю Я знаю Я надеюсь Я надеюсь Что ты Что мне Ты мне Поможешь Ривер говори с ней утешая ее я не хочу чтобы она опять осталась одна а как же ты счастлива я буду счастлива джонни то посмотри скажи мне что это что просто скажи мне что это это кролик такой же как и все остальные что-то тут что-то делала что еще ну и сделан из бумаги что еще туловище желтое а все остальное синие хорошо что еще послушай ривер я написал песню для тебя хорошо ну ты хочешь ее услышать до да а а тебе не нужно было приносить для этого рояль сюда не было хорошо мне было бы хорошо слышно с открытой дверью а она называется для ривер что же так избита это это просто временное название трогательно как это а не который так это они которые они говорят если она так важна разве мы не должны были увидеть ее что в его поздних воспоминаниях похоже свое обещание он так и не держал если только если что ничего эй это та самая песня которую дети играли да наверное он научил их а знаешь не люблю я эти сентименты я ухожу я уже собрал себе звенья памяти тебе тебе подбросить или сама поищешь пойдем уже да странно это все кто такая аня она жизнью свою жизнь отдала а не странно кто же такая то о хм посмотри что у нас тут еще дом недостроенный готов поспорить они увидели этот утес и подумали что он недостаточно опасен без людей живущих на нем не позвонил сказал что должна прийти не позвонил сказал что должна прийти не я принесла маринованных маринованные оливки твои любимые не так ли я слышал орион с ней все все будет хорошо ее болезнь уже на последней стадии к счастью ее можно вылечить на медицинские счета мы не сможем достроить этот дом и забыли мы можем оплатить только ее лечение я рад что она будет в порядке но ты не представляешь как много это место для нее значит у нее разобьется сердце я бы помогла но мы с тэдом еле сводим концы с концами после разорения магазина что ты собираешься делать я пойду и скажу ей что мы сможем это сделать я скажу ей что мы сможем оплатить все не хочу чтобы она сотворила какую-нибудь глупость ты не должен ей врать ты не понимаешь и забыли если она узнает я не уверен что она выберет и что если она выберет не спасать себя ради этого места пусть будет так значит это то чего она действительно хочет мы не совсем мне совсем не нравится когда люди с твоим невротипом решают за других ненавижу когда ты так говоришь изи ты только думаешь что о ней а как насчет меня и забыли после всех этих лет разве я не могу позволить себе побыть эгоистом хоть раз я не хочу остаться один и забыли я не собираюсь позволить ей умереть как высокомерно мне плевать куда ты собрался хочу сорвать что-нибудь с этого утеса чтобы принести ей по крайней мере так ей будет уютней это не значит что твой поступок будет менее вредным не хотел чтобы я дала тебе это он сказал что это называется все в порядке ничего не в порядке да текст такой сильный я бы сказал пикра постоянно вот это реально жизненно все так надо найти моменту ух ты нифига я сквозь машин прошел так где еще то так но в дом наверно зайти нельзя потому что ну че а не можно что у нас тут нам рассказик такой жизненный блин так может быть туда куда-то вниз идти уже как-то разброс такой очень великий большой не ну сюда то вряд ли да а ну джонни то пошел вера иначе за ним то там где то нам же еще две штуки да все я понял куда идти надо наверх идти да уж но у меня главный вопрос кто такая аня оба все два сразу у меня теперь как-то найти где телепортироваться да да зайти не могу забор стоит вместо красивое такой дом прям такому тёси прям круто очень так стоп где этот штукенция которую я бы хотел подготавливаем моменту да манка с этими самыми с оливками мариномные оливки да все как грустно то так вы все таки решились да да начнем строить через пару месяцев туговато конечно нам пришлось разделить платежи но взяв кредит мы справимся как замечательно дом вашей мечты в таком красивом месте у вас тогда и свадьба была около этого маяка не так ли но дело не только в этом нас с этим место много связывает ну приятно слышать хорошие новости тем более что лет сто уже вместе не собирались поздравляем за вас за нас сейчас вернусь пойду подышу воздухом и я мы все глубже и глубже погружаемся в жизнь этих людей ну друг определенно давно не виделись точно кто бы мог подумать что будет так непросто встретиться ревер все так же молчаливо да да нет вообще вообще то дома она довольно разговорчива ну еще с изобель думаю она просто не привыкла к тебе ха 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 получается я здесь главный злодей да ах да ты рассказывал ривен про то что тогда случилось да и как она это восприняла в целом нормально но кое-что меня тревожит с того случая она начала делать этих странных бумажных кроликов оригами да очень много ха я тоже для дочки все время оригами складывал что-то не так это не одно и то же она вообще ничего не делает только кроликов складывает изо дня в день у нас дом буквально забитыми доверху разве забыли не говорила что это характер особенности состояния ривен да но в этот раз что-то тут не так когда я спрашиваю ее об этом она не отвечает вместо этого она смотрит таким взглядом как будто хочет чего-то от меня и что самое странное я тоже я тоже чувствую будто что-то ей должен не пробовал спросить изабель спрашивал она сказала что поговорил с ней что поговорил с ней но безрус безрезультативно слушай это конечно не мое дело но я вот что тебе скажу я тебе со школы знаю и знаю что ты любишь накручивать мысли может быть тебе все это просто кажется не нужно так себя изводить обычно так говорят обычно когда так говорят дела и правда плохи но ты заранил во мне зерно сомнения может ты и прав может я всегда прав джон погоди так а так он и сам не знает что что означает эти кролики забудь об этих кроликах у нас проблем посерьезней это органическая область памяти здесь нет и моменту не парься может получиться вытянуть что-нибудь из него как предоставь это мне надо навестить бармена добрый день хотите чего-нибудь привет дай пожалуйста банку маринованных оливок ок наличная ли кредитка чек эм простите чеки не принимаем ох ну тогда запись запиши на мой счет о секунду у вас что денег нет совсем ты так сильно напрашиваешь на сброс хе-хе добрый день хотите чего-нибудь привет дай пожалуйста банку маринованных оливок ок наличная ли кредитка запиши на мой счет я сегодня гуляю по крупному о спасибо сэр ваши маринованные оливки спасибо братуха сегодня у тебя будет нереальные чаевые спасибо сэр ну ты гав не укнил расслабься так что я вижу на баночку не баночка ли маринованных оливок у вас тут имеется да вы ценитель именно вообще-то я сам только что взял свежую баночку не заражайте если я присоединюсь нисколько почему бы вам не взять стулы а прокинем по баночке о да звучит шикарно евы отключись симуляцию вкуса быстро ох нет что-то мне лень ха-ха-ха моя месть будет страшной вот так мы заимели наш первый тостер хо-хо-хо а да вы в порядке да я просто смакую эти отменные оливки чудесные правда да не понимаю как кто-то может считать их отвратительными не торопитесь у нас все еще две банки осталось ха-ха-ха и я говорю эй ты не прав и все время и все меня поддержали и вот знаешь что еще не так с нашим обществом да вообще-то она у меня с собой а что покажи те ну ладно вот и пауза наконец-то слава богу как оливки нил ой заткнись уже хе-хе-хе наделся так надо вот это взглянуть стой не смей да не боись все путем видишь все как по учебнику удар халка нил серьезно я тут пытаюсь проникнуться а ты мне весь настрой сбиваешь она того стоит наступит ого много сказал очень даже много и она не переворачивается подождите оно такое прозрачное что его не замечаю а а текст так просто текст нарисован как-то вы открыть что ли подождите подождите что-то я помню то делаю ой я все вообще наоборот сделал все да наоборот как в это играть просто не представляю да уж непонятная игра так у нас есть текст нет отправляемся в моменту а эта бумажка была на этом маяке вай шайтан тебе не идут такие фразочки какая разница м и 20 миллиардов нанометров над землей стоим на грёбаном флаг штоки просто прыгай вниз здесь ты не можешь пораниться ты издеваешься тут блин парашют нужен нельзя остаться здесь здесь лезть господи не знаю же когда так получается его какого хера слабак и ласкин лего почему они забросили и я думаю она просто больше не нужно больше не нужна кораблями имею ввиду но знаешь сейчас везде стоит gps и много чего послушай ривер это место для меня тоже значит я тут подумал у нас сейчас все довольно стабильно если мы будем откладывать деньги через несколько лет мы сможем позволить себе построить здесь дом это будет тяжело мы сможем смотреть на нее из окна утром ночью мы всегда будем рядом и и мы сможем прийти сюда в любой момент она больше никогда не будет одна джон я смогу присматривать за ней каждый день да мы сможем вот и славно они это серьезно ты же понимаешь что потом произойдет да все равно что наблюдать крушение поезда концовка не так важно как все эти моменты ведущий к ней самое главное что сейчас здесь они счастливы давай двигаться дальше да блин минутку они что маяк они называли да они оказывается это маяк ничего сима видимо так выходит что ривер оказалось отличение ради маяка не слишком ли это я видела вещи более странными за свое время работы я тоже но все равно никогда не смогу этого понять в любом случае у нас это не касается она не мешает клиент да блин друзья вот это офигеть ради маяка лечения но это уже а вот они пошли смотрите пошли в сторону маяка как бы в обратном так движемся ну что ж господа на этом и серию закончим мы разгадали кто такая аня сьма такая эти две серии весьма такие трогательные я бы сказал бен пипец и жизненные самое главное что ж увидимся следующий или всем пока пока